Всем привет, мы на канале CryptoDealers, я Даша Кот, и недавно мне попалась интересная статистика. Вот вы, например, знали, что если подсчитать расходы всех, кто пользуется мобильной связью, то получается кругленькая сумма – около 32 миллиардов долларов. Но 15% из них, а это почти 5 миллиардов, так и остаются неиспользованными. Такой анализ провела корпорация ЦИСК, а проект ДЕНТ, о котором мы, кстати, сегодня поговорим, придумал, как нам вынести свою выгоду из этих непотращенных ресурсов. Если у вас есть мобильник, и вы хотя бы и изредка им пользуетесь не только для мессенджеров, но и для звонков, тогда ДЕНТ вам покажется интересным. Основная фишка проекта – обмен трафиком. Ребята создали уникальную платформу аукционов, на которой каждый пользователь сможет покупать, продавать или раздавать актуальную информацию. Все процессы на платформе осуществляются на эфировских смарт-контрактах. Конечно, у проекта есть свой одноименный токен, и он является платежным средством платформы, который пригодится для покупки сотовых данных. Давайте отмотаем время на 4 года назад и узнаем, с чего же все начиналось. В 2014 году Тера Катаянен из Гонконга зарядился желанием сделать мобильную связь дешевле. Он долго обдумывает, как это сделать, и только лишь в 2017 он создает команду, в число участников которой вошли такие известные ребята, как Микка Линомяки. Он стал SEO-директором и программист Энди Фолмер. Официально платформу запустили 12 июля 2017, и уже на начальных этапах работы все осознали полезность этого проекта. Дент успешно провел ICO с 12 по 26 июля прошлого года. Но меня удивляют намерения разработчиков надавить на мировых операторов связи. Они хотят объединить пользователей интернет-связи, в результате чего операторы будут вынуждены снизить цены на свои услуги. Такой себе мирный сотовый бут. А теперь давайте о самом токене. Мы же здесь ради него собрались, не так ли? Дент разработан на стандарте ERC-20, и судя по заявлениям разрабов, платформа децентрализованная, и должна предоставить, по идее, возможность каждому из нас выгодно продать другим пользователям свой непотраченный трафик. Иными словами, на определенной стадии пользователь понимает, что у него есть лишний трафик, который он просто не сможет израсходовать в соответствии со своим тарифным планом. Как я уже сказала, продажа или покупка трафика осуществляется за токены Дент, но по желанию эти токены все-таки можно опенивать и на другие популярные криптовалюты или же фиатные средства. С момента появления курс токена не дотягивал даже до цента, но уже в начале этого года был достигнут максимум на уровне 10 центов. Продержалась такая цифра недолгая, и сейчас цена Дента находится около трехтысячных доллара. Майнинга Дент в классическом его понимании нет. Эмиссия ограничена сотней миллиардом монет. Если майнинга, как мы выяснили, нет, то единственный способ добычи Дента – его покупка. Сейчас токен доступен на HitBTC, Kukone и OKX. Хорошая новость – у проекта есть официальное приложение DENT Mobile, которое прекрасно работает и с Android, и с операционками iOS. Именно в этом приложении можно покупать или продавать свой трафик, а также оперировать своими токенами. Сейчас однозначно пока нельзя сказать, обречен ли проект DENT на успех или нет. Ведь платформа работает только в тестовом режиме и активно дорабатывается, что предстать перед нами во всей красе уже в этом году. Но, вне всяких сомнений, следить за токеном DENT определенно стоит, так как он имеет все перспективы для последующего роста. А что думаете вы по поводу этого проекта? Жду с нетерпением ваших комментариев под этим видео. Также пишите, о каких проектах вы бы хотели услышать в следующих выпусках на канале Криптодилерс. Будем морчать почаще.